Здравствуйте, дорогие друзья! Ну опять начнем с Хануки, потому что надо напоминать всем, кто еще не вспомнил на этой неделе Ханука. Первое упоминание о Хануке было еще в Йосифовом Флабе и с тех пор празднует этот праздник. Перед зажиганием свечей нужно написано собрать всех членов семьи, для прославления чудом. Принято сидеть возле горящего светильника полчаса, написано, что если человек понимал пользу, которую он получает для глаз и для мозга, когда он смотрит на ханукальные огни, он бы сидел вообще не отходя. Написано, что можно читать, улучшить Тора в это время, поскольку избавление от запрета изучать Тора состоит именно суть событий Хануки. Четвертый Любавич Геребе говорил, что нужно прислушиваться к тому, что рассказывают на Хануку. Любавич Геребе говорил, что крайне желательно, чтобы все еврейские дети получали, как мальчики и девочки, Хануки ел, и чтобы дети понимают, что это за деньги, и желательно каждый день увеличивать. То есть дал шекель в один день, два во второй, три в третий, четыре и так далее. Можно больше, это я просто говорю. Это написано, что это очень важная традиция. Итак, возвращаемся к недельной главе. Йосиф, Йосиф доносит на братьев, братья его не любят, рубашка Йосифа, как бы продажи Йосифа, он попадает в Патифару, испытания его с женой Патифара, тюрьма, сны, царедворцы и так далее. Очень насыщенная глава. Начинается она от того, что вообще надо вытащить из нее нам, о чем суть нашего сегодняшнего разговора. И сидел. Написано, что всегда в Торе, когда упоминается слово и сидел, это отрицательная коннотация. Сидели в Египте, попали в рабство, Яков сел в земле своих, и так далее, с продажи Йосифа. Все время, все время негатив. И сейчас, когда Яков хотел сесть, вздохнуть с облегчением, да, сказано было, что не положено. В этом мире не положено. То есть, состояние сидения для человека пагубно. Когда человек решит вообще, это не значит, что человек не может отдохнуть для того, чтобы набраться сил и что-то делать. А вот если человек просто решил, все, я отдыхаю. Вот это вот вредное состояние. Нельзя засиживаться. Обратите внимание. Всевышний обратился, например, почему? К Авраму со словом «иди». Не сиди, иди, да. Вот Рай Бугайгур написал, что разве других людей не было? Было. Всевышний обращается к каждому, написано. Но услышал призыв только Аврам. То есть, каждый день есть голос, который нам говорит, что и как. Но кто слышит, кто не слышит. И вот в каждом из нас, вот обращение к Всевышнему каждому из нас, это вот слова Торы, да. Разве не каждому из нас обращаются слова «где ты человек», да, с которыми Всевышний обратился к Адаму? Который, он спрятался от греха, от человека. Не прячемся ли мы подобно Адаму? Задают вопрос мудрецы. Подумайте. Разве не каждому обращен вопрос «где брат твой», который дает нам команду проанализировать отношения с окружающими людьми? Правильно ли мы? Что у нас не так? Как ему подобиться Каину, который ответил, что стараешь брату твоему что ли? Ничего не знаю. И когда Тора рассказывает нам об упрямом фараоне или об манщике Лаване, то это урок только для нас, для человека, чтобы он победил в какой-то момент себе фараона, в какой-то момент Лавана. То есть, если Тору ты не воспринимаешь как книгу для тебя, то ты теряешь очень много. Вот надо укреплять в себе, когда ты читаешь Абрама, Ицкака, Иякова, укрепляй в себе кусочек Абрама, Ицкака, Иякова. Написано в наших мудрецов, что нельзя спрашивать, что я уже сделал, рассказывать. Нужно постоянно задоевать вопрос, что мне еще надо успеть сделать. И пока человек смотрит на то, что он еще должен сделать, написано, он остается молодым. Когда он оглядывается назад и начинает писать мемуары, он стареет. То же самое, смотрите, Любовичский Рэббер, уникальная история, что он требовал от себя, от своих посланников. Когда каждый раз, когда Рэббер кому-то говорил спасибо из посланников за то, что он что-то сделал, никогда не было что-то, он еще и добавлял требования на будущее. Это учит каждому из нас, как вот сегодня недельная глава. Смотреть вперед, учит эта глава, видеть, что мы еще не сделали, определять, что мы должны еще сделать, что с Божьей помощью произойдет. Не сидеть, строить планы, идти вперед. Все получится. Если, дай Бог, не получилось, это не наше. Иди дальше, иди плачь. Возможно, за поворотом твоя удача. Вот суть нашей недельной главы. Брахав и Ацлахан.